Дима, фамилия моя Федотов Дима, фамилия моя Федотов Дима, фамилия моя Федотов Дима, фамилия моя Федотов Родили ребята с церкви, благовесть. И все вот началось, и мое, как говорится, возвращение к жизни. У меня появилась надежда, что я нужна кому-то, что у меня не все потеряно. Многие близкие люди поуходили уже, родные в чужом городе, в другом. Я одна здесь, но у меня появился Господь. И мои силы начали возрастать, и жизнь показалась не такая уже плохая, что все решилось, конец. Я благодарна Господу, что я его нашла, что я нашла жизнь. Раньше для меня это было, я пересматривала свою жизнь, это было как существование. Я вот благодарю его за спасение, за то, что сейчас стою и говорю вам, рассказываю, что здесь рядом нахожусь я с друзьями, с больными такими же, как я, что я вижу, что я хожу. Это просто слава Божья. Меня должно быть уже давно не было на этом свете, если б не Господь. Я ему благодарю за все. Оно лучше, ну как вам сказать, болезнь умерла, замерла. Я вот живу для Бога, с Богом. Она отступила. Знаете, это не пустые слова. Люди этим занимаются не один год. Они видели, уже столько людей ушло. Хватит, наконец-то, просто так проводить время. Хватит служить. Сделал дело, гуляй смело. Поддерживайте служение реальное, которое существует. Не надо ничего выдумывать. Люди уже давно служат, только их не замечают. И гуманитарную почту, какую вы хотите? Вам привезли самую лучшую помощь. Ищи прежде Старства Божия. Правда, его все остальное приложится вам. Так. Хазиного молока пообещали месяц назад. Кто пообещал? Меня зовут Дима. Мне 45 лет. Бог нашел меня, когда я умирал от туберкулеза. В городской туберкулезной больнице. Подхватил я его в местах лишения свободы, естественно. У меня 5 судимостей. 4 раза я сидел в лагерях. Заразные статьи. Грабеж, бандитизм. То есть было все и слишком много. 22 года в своей жизни я был рабом греха. 22 года я был в зависимости полнейшей от наркотиков. Причем наркотик я употреблял. И будучи сидя в местах лишения свободы. И в тюрьме. То есть даже наказание, ограничение свободы для меня не было наказания. Что тебя повлекло так? Чувствовал с тюрьма как дом родной. Жил в уголовной романтике. Во всяком случае первые срока. Старался быть авторитетом. Достиг каких-то успехов в этой области. Если можно это назвать успехами. Что тебя сбило с этого путина? Сбил меня один из сраков, четвертый по-моему. Мне вдруг в лагере вызвали и сказали, что снимок у меня очень плохой. И что у меня туберкулез. Отправили на туберкулезную. На тубзону. Это семерка такая есть в Херсонской области. Ты до этого Бога не слышал? Там не проповедовали вас с ними? Вот я попадал так, что только первым сроком приходили. Ну, относился просто так, как прийти на служение. Там, может, пирожков покушать. Да, да. Тогда приходили, ну, один срок всего я попал. А остальные четыре срока, которые я сидел, не было верующих вместе со мной. Пармоз ушел, да? Да. И когда я понял, что действительно это конечная остановка, что у меня туберкулез, начал задумываться о том, а что же потом, а как же будет со мной. И учитывая, сколько я горя принес людям и сколько греха было в моей жизни, я реально понимал, что если там и есть что-то в загробной жизни, то моя участь – это ад и наказание. Чего очень не хотелось. Закончилось все тем, что после последнего срока меня актировали, когда у меня 70% легких были в дырках, то есть не работали практически. Работало только 30% легких. Булькнула? Булькнула? Да, да. Я не мог не говорить, мне нельзя было поднимать больше двух килограмм, потому что туберкуломы, которые у меня висели на легких, могли в любой момент распаться, и тогда бы мгновенная смерть. Когда я приехал в Одессу, последней каплей было то, что мою квартиру отобрали, пока я сидел последний срок, мою квартиру отобрали, и открыл мне совсем чужой человек, и сказал, что меня на порог не пустят. Я поехал в туберкулезную больницу, с одной только, с одним желанием умереть, где-нибудь в нормальных условиях. В этой больнице меня нашел Бог, я благодарю Бога за то, что приходили люди, рассказали о славе Божьей. Пришли люди и сказали, ты знаешь, есть тот, который может изменить твою жизнь, более того, есть тот, который любит тебя, и которому ничего от тебя не надо, который готов прийти к тебе только для того, чтобы тебе дать. Вы знаете, для меня это было шоком, что оказывается есть кто-то, кто может просто дать, кому не нужен я, не нужны мои средства, мои руки, мои силы. Что же там уже нужно от тебя? А от меня нужно было совсем мало. С меня было взять нечего абсолютно. Я лежала в то время парализованный, у меня гнили ноги, так как у меня полностью заколоты ноги со всех сторон, включая пах. У меня очень страшные были вещи с ногами, у меня гнили ноги. И все, что с меня можно было взять, это баночку анализов, которая стояла у меня под тумбочкой. Я просто решил попробую, в конце концов. Если получится, хорошо, что-то приобрету. А если не получится, то в конце концов хоть ничего не потеряю. Я как мог обратился к Богу, обратился ночью. И Бог показал мне, знаете, видение, уникальное видение. Бог показал мне огромный зал. Это мне приснило все во сне. Огромный зал. И в центре этого зала стояли весы. Такие, как аптечные весы. На одной чаше было навалено несколько мешков. И рядом с этой чашей стоял такой человек в черном, такая личность какая-то, которая сыпала и ложила туда все больше и больше мешки. И я понял, что это зал моего суда. Что моя душа должна была пристать на суд. Мне показалось во сне, что я уже умер. И что тот, который ложит мешки, это дьявол, который собирает все мои грехи, которые были за всю жизнь. И я понимал, что у меня нет никаких шансов, потому что эта чаша уже была наполнена мешками, а он сыпал все больше и больше. И называл каждый мой грех. Вот это твое непощрение к родителям. Вот это наркотики. Вот это кражи. Вот это то, вот это это. И я понимал, что никакая сила не может лечь на другую чашу весов, для того, чтобы перевесить это беззаконие. Я понимал, что никаких шансов у меня нет. И тогда я взмолился и сказал, Господи, что же мне делать? И я увидел человека в белом, который сидел на престоле, как судья. И он мне сказал, Да, по-человечески у меня нет ни одного аргумента против твоих грехов. Ты действительно заслуживаешь наказания. Но у меня есть один, всего один свой аргумент, который перевесит все эти грехи. И он просто принес на руках свое сердце, и одна капелька крови из этого сердца капнула на чашу весов, на пустую. И случилось чудо. Эта капелька перевесила всю эту чашу с мешками, всю эту чашу, которую никакая сила не могла бы приподнять. И стрелка, которая была на этих весах, от слова «смерть» перешла в слово «жизнь». И вот так я понял, что такое прощение грехов, и что так что сделал для нас Иисус. И ты проснулся? Через три месяца после того, как я проснулся верующим человеком, я начал посещать служение, начал молиться Богу, говорить «Господи, пожалуйста, исцели мне ноги, чтобы я мог ходить в сейках». И вы знаете, через неделю меня уже помогали идти на служение, а через месяц где-то я уже своими ногами дошел сначала с палочкой, а потом оставив палочку и дошел уже на служение. Прошло три месяца, так как у меня была инвалидность, мне надо было каждые полгода подтверждать свою инвалидность и проходить ВТЭК. И когда я в очередной раз пришел на ВТЭК, для того, чтобы подтвердить свою инвалидность, лечащий врач мне сказал, тебе надо сделать снимок. Я сделал снимок, когда пришел к нему за результатами, он сказал, слушай, Федотов, ну ты, это моя фамилия, ну ты вообще бестолковый, я знал, что наркоманы все больные на голову, ну ты вообще ухо не человек. Обычно, когда человек на пенсию идет на ВТЭК, то для того, чтобы разжалобить врачей, он приносит свой самый худший снимок, для того, чтобы врачи без сомнения отдали пенсию. Ты же принес нам снимок абсолютно здорового человека, а ты что думаешь, мы здесь все дураки, да мы по 20 лет проработали, и зачем ты это сделал? Тебе же по этому снимку никакую пенсию не дадут. Для меня самого это было шоком, и я пытался убедить ее, что это мой снимок. Она не поверила, и в конце концов сказала мне, на следующий день возьмешь старшую медсестру, вместе с ней пойдешь, сделаешь еще раз снимок. Пришлось подчиниться. И когда мы пришли с сестрой второй раз на снимок, и сделали его, я пришел за анализами, она мне сказала, ты знаешь, я не понимаю, что происходит, я не могу это никак описать, никак это обосновать, но я тебя просто не имею права больше держать в ту больницу. Ты абсолютно здоров, у тебя легкие, которые, ну по качеству, как легкие младенцы. У тебя даже не видно, что ты курил. Не то, что там дыры какие-то от туберкулеза. И через три дня, как абсолютно здорового человека, меня выписали с этой больницы. Бог просто дал мне новые легкие. С того времени жизнь моя изменилась. Вы с вами или врача? Я не помню, честно скажу, не помню. Вы уже работали здесь? Нет, заводделением, которое меня лечило, она уже уехала в Великобританию, вызвала дочка. А главврач, они здесь так часто меняются, лечащий врач, они очень часто меняются, к сожалению, условия больницы не очень хорошие. Как это, кажется, сохранилось? Даже не знаю, я не интересовался никогда. Врачи еще помнят, медсестра, вот то, что медсестра нас сегодня видела, Маргарита Васильевна, это она меня когда-то выгоняла из палаты, когда я в палате колулся. Сейчас она меня помнит, видит, и видит, что Бог реально живой. С тех пор я служу в местах, где раньше когда-то был, в местах лишения свободы, там, где я когда-то сидел, в этой больнице, где я лежал дважды. Говорю людям об Иисусе. Вот так. Слава Богу за все, что произошло. И до тебя дома зависит. Димчик, меня где-то на космонавтах... Вот такое бывает. Хотите верьте, хотите нет. Да, его телефон еще раз повтори. 097-264-1953. Звоните, проверяйте, сайта нету? Нет, сайта нету, буду рад. Буду рад, да. Засвидетельствовать о Славе Божьем. Все. Я однажды случайно прошел возле пожарища, а путь неожиданно вел мимо сельского кладбища. И сердце вдруг защемило от крика вороньего. Здесь щита тепло и уют, а там судьбы скоронены. Остановились часы, занавески обуглены. А там вон чернеют кресты, но души загублены. И сколько мечтаний и грез, надежды гниют в земле. О, как это все же всерьез! И что это скажет мне? Столько их хануло, кто они? Души безвестные, Кто-то жизнь прожил, счастье ждал за туманами. Но разочарованный в гроб сошел, горе обычное. А там, где стоял дом, Лишь груды кирпичные Пахнет смертельной тоской Возле пожарища И будто покрытый золой Кричат вороны с кладбища. Здесь эти судьбы лежат, Как цветы омертвевшие, Как бездыханные птицы. В огне обгоревшие. А может, и наши мечтания и грезы Только фантазия. А может, и нас впереди ожидают Обман и страдания. Мы строим дома и надежды, А они сгорят. Сколько таких, как мы, На кладбищах лежат. Но я посмотрел на крест На холмиках кладбища, Но бессмертна душа И в небе пристанище. И пусть идут по пути Души спасенные Ни злом, ни грехом, ни забвением Не обожженные Не обожженные Не обожженные Я хотел, чтоб ты увидел Ты закрыл глаза Я хотел, чтоб ты услышал Ты отошел назад Из любви к тебе я раны На кресте терпел Я пришел тебе помочь Ты не захотел